Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжим изучение класса млекопитающих и мы сегодня с вами поговорим о многообразии этих животных. Начнем мы с классификации. Класс млекопитающий насчитывает более четырех с половиной тысяч видов. Класс млекопитающий делится на два больших подкласса. Подкласс первозвери или яйцекладущие сюда относят утконоса, ехидну и проехидна. Второй подкласс это настоящие звери. Подкласс настоящие звери делятся на два инфракласса. Это низшие звери. Низшие звери включают в себя только один отряд сумчатых животных. Кенгуру, каала и так далее. И инфракласс высшие звери или плацентарные. Инфракласс высшие звери насчитывает более 20 отрядов. Пожалуйста, классификацию млекопитающих перенесите в свою тетрадь. Начнем мы разговаривать о многообразии млекопитающих с подкласса первозверей. Этих животных еще называют однопроходные. Для данных животных характерно то, что они откладывают яйца и насиживают яйца. У первозверей сохранились вороньи кости в плечевом поясе. Это роднит данных животных с птицами. Для однопроходных характерно наличие клоаки. Для данных животных характерно наличие млечных желез. Но млечные железы примитивные, трубчатые. Молоко выступает на поверхность тела матери и детеныш просто-напросто слизывает молоко с шерстью. К однопроходным относятся утконос, ехидна и проехидна. Все представители однопроходных обитают на территории Австралии. Являются эндемиками Австралии. У класса первозверей есть характерные черты, что их роднит с присмыкающими и что их роднит с млекопитающими. Признаки присмыкающихся у однопроходных это откладывание яиц, вороньи кости, отсутствие ушных раковин и наличие клоаки. Признаки роднящие первозверей с млекопитающими это выкармливание детенышем молоком, наличие шерсти и относительно постоянная температура тела. Температура тела от 24 до 34 градусов Цельсия. Под класс звери низшие или сумчатые. Для этих животных характерно. Плацента плохо развита, эмбриональный период очень короткий. Детеныши рождаются слабыми, недоразвитыми и доразвитие детенышей происходит в сумке. К сумчатым животным относятся тасманский дьявол, кенгуру, каала, вамбат и сумчатый волк. Сумчатый волк на сегодняшний день считается вымершим животным. На планете Земля не сохранилось ни одной особи сумчатого волка. Под класс звери или высшие плацентарные. Для этих животных характерно хорошее развитие плаценты. Температура тела постоянная. Детеныши могут самостоятельно сосать молоко и у высших животных хорошо развита кора больших полушарий. Высшие животные делятся на отряды. Более 20 отрядов высших животных. Но мы разберем только некоторые из них. Отряд насекомоядные. Зубы не делятся на группы. Отсутствует дифференцировка зубов. Полушарие головного мозга без извилин и мордочка вытянута в хоботок. К таким животным относятся кроты, землеройки и ежи. Следующий отряд рукокрылых. Отряд рукокрылых это летучие мыши, которые освоили воздушную среду обитания. У этих животных есть особые приспособления к полету. Между передними конечностями туловищем и задними конечностями хвостом у рукокрылых натянута кожистая перепонка. У рукокрылых имеется киль и рукокрылые обладают эхо-локацией. Отряд грызуны. Передняя поверхность резцов у грызунов покрыта очень прочной эмалью. Поэтому они затачиваются сзади быстрее, чем спереди. Зубы у грызунов растут всю жизнь. Грызуны питаются только растительной пищей. Для грызунов характерен удлиненный кишечник с хорошо развитой слепой кишкой. В слепой кишке переваривается твердая клетчатка. Отряд зайцеобразный. На верхней челюсти у представителей данного отряда находятся две пары резцов. Питаются растительной пищей. Кишечник также удлинен с хорошо развитой слепой кишкой, где переваривается твердая пища. К отряду зайцеобразных относят пищух, кроликов и зайцев. Отряд хищные звери. Отряд хищные звери. Все эти животные питаются только животной пищей. У них хорошо развиты зубы и очень хорошо выражена дифференцировка зубов. У хищных зверей шерсть длинная и густая. Желудок простой, кишечник короткий, так как животная пища переваривается достаточно быстро. Хорошо развиты полушания переднего мозга и имеются извилины. Отряд хищные звери делятся на четыре семейства. Семейство волчьи, семейство кошачьи, семейство медвежьи и семейство куньи. Семейство волчьи. Представители волк, лиса, песец, гиена, шакал. Сильные и стройные животные с крупной головой и вытянутой мордой. Ушные раковины за крупной и заостренной вершиной. Ноги с тупыми нефтяжными когтями. Следующее семейство кошачьи. Гепард, леопард, лев. Средние и крупные животные с гибким телом и округлой головой. Глаза крупные с вертикальными зрачками. Все представители семейства кошачьих способны втягивать ногти. Исключением является гепард. Гепард это представитель семейства кошачьих, который не способен втягивать когти. В семействах медвежьи. Белый, бурый медведь, когала и так далее. Крупные массивные звери. Ушные раковины небольшие круглые. Глаза маленькие. При ходьбе опираются на стопы. Как бы переваливаясь ноги на ногу. Семейство куни. Соболь, росомаха, барсук, норка, куница. Мелкие и средние по величине звери с гибким, вытянутым телом и короткими конечностями. Шерсть густая и мягкая. У зверей, ведущих полуводный образ жизни, андатра, например. Между пальцами натянута плавательная перепонка. Отряд ластоногий. Моржи, тюлени, морские слоны. Это крупные хищные млекопитающиеся, приспособливающиеся к водной среде обитания. В конечности у данных животных видоизменены в ласты. Очень хорошо развит подкожный жировой слой. То есть развита подкожно-жировая клетчатка. В связи с тем, что животные ведут полуводный образ жизни, ушные и носовые отверстия у животных закрываются во время ныряния. Отряд китообразный. Дельфины, косатки, белуки. Китообразные это вторично водные животные. Они имеют торпедообразную обтекаемую форму тела. Все китообразные лишены шерстяного покрова. Передние конечности их видоизменены в ласты, а задние конечности редуцированы. Главным органом передвижения у китообразных служит хвостовой плавник. Отряд парнокопытный. Жирафы, бегемоты, горный баран. Это растительноядные или же всеядные животные. Конечности у данных животных имеют копыта. У парнокопытных животных очень сложный четырехкамерный желудок. Детеныши рождаются хорошо развитыми. Отряд непарнокопытный. Зебры, ослы, лошади, топиры. У данных животных хорошо развит один третий палец, концевая фаланга которого одета копытом. Детеныши у них также рождаются хорошо развитыми. Отряд хоботный. Представители слоны. Самые крупные наземные млекопитающие. Конечности столбообразные. Пальцы снаружи покрыты небольшими копытами. Шея короткая. Голова крупная с длинными веерообразными ушами и очень маленькими глазами. Хобот образован вытянутым носом и нижней губой. Мы с вами разобрали многообразие млекопитающих. Теперь, пожалуйста, запишите свою тетрадь и выполните домашнее задание. Домашнее задание. Первое. Используя дополнительную литературу, подготовить сообщение о любом интересующем вас млекопитающем. И второе. Это биологическая задача. Кошка неслышно ходит по полу в отличие от собак. Тигр, пантера и другие кошачьи, за исключением гепарда, могут тихо подкрадываться к добыте. Вопрос. Благодаря чему это возможно? И второй вопрос. Почему гепард является исключением? Записали домашнее задание в тетрадочку. Спасибо за урок. До свидания. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»